20 июня стартовала приемная кампания Казанского федерального университета. Уже с 8 утра сотрудники вуза и волонтеры ждали абитуриентов, чтобы провести консультации по направлению подготовки, а также помочь с заполнением заявлений. Ежегодно приемная комиссия базируется во втором корпусе Казанского федерального университета «Двойке», где совсем недавно был проведен ремонт. В 2024 году Казанскому университету выделено 7 499 бюджетных мест для учащихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Сейчас мы видим, что людей не очень много, но на самом деле работа идет в онлайн-формате. Поток заявлений, поданных через госслуги, он достаточен, поэтому технический секретариат, который находится не в нашей презентационной зоне, а вот именно такое, как мы часто говорим, подкапотное наше пространство, это ребята, которые работают в компьютерных классах на удаленные анкеты, они уже работают в полную силу. Идет обработка документов, и я больше скажу то, что ребята, которые проходят без вступительных испытаний, вот у нас сегодня было такое небольшое знаковое событие, то что одной из первых абитуриенток, которая подала документы в очном формате, это была абитуриентка, которая проходила без вступительных испытаний на направлении института фундаментальной медицины и биологии. Ежегодно Казанский федеральный университет ведет активную подготовку к запуску нового учебного года. Производится ремонт помещений, улучшаются условия образования, но самое важное, появляются новые направления подготовки высококвалифицированных специалистов. Например, в этом году в Казанском университете был создан новый институт. Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, который направлен на развитие искусственного интеллекта, беспилотной авиации, робототехнических систем и интеллектуальных транспортных систем. Мы больше всего внимания привлекаем среди всех институтов приемной комиссии. Мы привлекаем внимание роботам-эффициантам, которые ездят, раздают наши брошюрки. У нас есть робот-собака, который танцует в центре и показывает перформанс. Люди на него реагируют, люди его снимают. В принципе, вот этим привлекаем. Хотя 20 июня – это только старт работы приемной комиссии, уже есть ребята, которые подали заявление или находятся в процессе оформления профиля студента на сайте. Уже с самого утра мраморный зал КФУ был наполнен абитуриентами, которые собираются поступать на разные направления обучения. На вопрос, почему будущие студенты выбрали именно Казанский университет, все как один отвечают – это один из лучших вузов. В этом году планирую поступать на психологию. Я очень много увлекаюсь психологией и уже получила достаточно много образований в психологии, но считаю, что КФУ более профильное и более такой фундаментальный, поэтому хочу закрепить все свои образования уже магистрским образованием КФУ. КФУ – это самый престижный университет в Казани, насколько мне известно. Соответственно, хотелось учиться в таком замечательном месте. Я хотела поступить на лингвистику, изучать китайский, английский, еще сказали, что третий там есть иностранный язык. Вот я хочу развиваться в этом направлении. Я поступаю на факультет музыкально-педагогический, выбрала этот Казанский университет, потому что все его советуют, говорят о том, какой он крутой, привлекательный, поэтому сегодня подаю документы сюда. Также прием абитуриентов начался в набережной Челнинском и Елабужском институтах Казанского Федерального университета. Будущим студентам оказывают помощь в заполнении документов, а также рассказывают об образовательных направлениях. Напомним, что приемная комиссия в здании 2-го корпуса Казанского Федерального университета работает ежедневно. Сотрудники вуза готовы ответить на ваши вопросы как в очном, так и в заочном формате. Помимо этого, документы на зачисление в университет можно подать на онлайн-платформе Буду студентам через сайт Косуслуги и, конечно, придя лично в пункт приема, подробнее ознакомиться с правилами поступления можно на официальном сайте приемной комиссии. Поторопись, мы ждем именно тебя. Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.